Всем привет! Меня зовут Мария. Я так рада, что вы зашли на мой канал. Я искренне благодарна за каждого посетителя. Сегодня я буду готовить шоколадное печенье. Рецепт очень простой. Вы уже, наверное, поняли, что я ничего замудренного не готовлю. Для этого у меня есть мой муж, который любит время от времени после уставшего дня работы еще встать у плиты и что-то приготовить. Я должна признаться, что в последнее время я полюбила выпекать что-то домашнее для своих деток, просто потому что это и интересно, и более полезно для них. Я могу контролировать уровень сахара, сам состав, всякая химия, которая туда входит, не входит. Может быть, я что-то хочу добавить своего. Итак, этот рецепт некоторые готовят по-разному. Кто-то использует пудру какао вместо шоколадной плиты, кто-то использует ванилин, чтобы заменить сахар или сделать вкус ярче, кто-то растительное масло вместо сливочного. Короче, есть очень много вариантов, но общее количество ингредиентов не меняется по сути. То есть рецепт остается простым и понятным. Даже если у каждого что-то свое, то этот рецепт очень простой и его очень легко сделать. В моем рецепте я использовала сливочное масло, шоколад, муку, сахар, яйца, разрыхлитель, соль и сахарную пудру для украшения. Ссылку на рецепт я оставлю в комментариях. Ссылочка будет на английском языке, и вы сможете его вбить в переводчик и перевести себе. Мне просто так проще. У меня нет времени, чтобы все это переводить. Общий состав я перечислила. Одно важное, что я хотела добавить, это то, что тесто нужно убрать на пару часов в холодильник. Я знаю, что один шеф-повар, который осмотрел его рецепт этот, он оставил на ночь. Он сказал, что обязательно нужно именно на ночь оставлять, чтобы холод взялся за это тесто. Но я так не делала. Мне было достаточно пару часов. Единственное, что оно, когда ты вытягиваешь из холодильника, нужно очень быстро работать с тестом, потому что оно начинает растаивать и прилипать. И тогда не можно шарики хорошие сделать, слепить. Они начинают прилипать к рукам, и уже форма пропадает. Опять-таки, ребята, мы все свои. Пожалуйста, никакого негатива не оставляйте в комментариях. Я буду просто удалять. Я не буду даже отвечать. Ничего. Только позитив. И я делюсь этими съёмками, чтобы показать, что готовить вообще несложно. Каждый может готовить успешно. Я думаю, что каждый профессионал, повар, он говорит, что вот берёшь одно блюдо, и ты пробуешь, и пробуешь, и пробуешь, и делаешь эксперименты, пока у тебя не получится вот один удачный вот именно как ты делаешь свой рецепт. Потому столько книг, рецептов, и каждый повар имеет свои рецепты какие-то успешные, может опубликовать там свои рецепты на интернете или книгу выпустить. Потому что много блюд можно приготовить по-разному. В общем, я хотела сказать, что каждый может готовить успешно, и это не должно быть идеально, суперчисто, без гамма, без шума. Ребята, поверьте, у меня очень много шума, который я вырезаю, прикрываю, удаляю, потому что у меня всегда дети бегают, и они что-то от меня просят, и я много съёмок вырезаю, именно из-за этого и музыку ставлю, потому что что-то они требуют, что-то их не устраивает. Где-то вдалеке они какие-то песни поют, или там кричат что-то друг к другу, общаются. И телевизор, там у меня мультики крутятся постоянно, так что я это всё удаляю. Так что не удивляйтесь этому. А чтобы найти время, чтобы сесть и вот это всё записать, это тоже большой труд. Так что обычно у меня первая половина обработки — это чисто съёмку, всё прослушать, просмотреть, вырезать всё, что надо, не надо, а потом уже сесть и записать. Хотя мне очень удобно текст написать, его прочитать. Вот такие печенья у меня получились. Мне нужно было чуть-чуть меньше их выпекать, и всё-таки тесто оставить дольше в холодильнике. Я надеюсь, вам это видео понравилось. Поставьте лайк, оставьте мне комментарий. Если есть вопросы или комментарии, то, пожалуйста, оставляйте. И спасибо за ваши просмотры. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok